Добрый день, мои подписчики, гости моего канала. Прогноз на июль месяц по знакам зодиака. Июль месяц достаточно интересный. Вообще, 2018 год богат на лунные и солнечные затмения. Если быть краткой в характеристике затмения, вы посмотрите, у меня есть там по затмениям видео записанное, то оно практически будет повторять 2010 год. Вспомните, что у вас было в 2010 году. Я вот посмотрела даже трудовую. Я стояла у стоков предприятия, которое создавалось. Я еще как бы была никем, а в сентябре только я стала руководителем. То есть вот такая вот аналогия, что будет в этом году, я не знаю. Но я куплю этих чудес. Итак, мы помним, что у нас два затмения в июне. 13 июля это будет затмение солнечное и 27 июля. Итак, Овен. Для Овна огромное значение имеет то, на оси каких домов будут проходить эти затмения. Мы знаем, что Овный знак достаточно такой дерзкий, загорается, как спичка. Так вот, из пяти явлений, четыре поочередно посетят пятый и одиннадцатый дома у Овна. Это означает, что наибольшее внимание в 2018 году необходимо уделить своим детям и любимым людям. То есть, если у кого-то есть своя половинка, то желательно, конечно, даже не желательно, а обязательно больше внимания уделить супруге, девушке. Дело в том, что с самого начала года, наверное, так будет правильно, хозяйка года 2018 собака уже, как бы каждый месяц, она указывает, машет постом на то, что на первом плане должны быть этот мир и порядок в семье, построение каких-то дружеских отношений в коллективе, потому что Овны, ведь они, возле них очень много людей разного рода, и они, видя вот этот вот огонь в глазах Овна, они ждут, что вот сейчас вот этот вот знак зодиака, этот конкретный человек просто решит все их проблемы. Поэтому, конечно же, надо смотреть, быть как можно аккуратнее, не подозрительнее, а просто обнимательнее, скажем так, корректность и внимание. Я бы сказала вот так. Эту предидительность даже где-то. Ну и, конечно же, опять же, очень важно предусмотреть вот этот баланс личной жизни и общественной деятельности. Научитесь как-то вот это вот разделять, чтобы когда вы домой приходите, работа оставалась там за порогом. Чтобы избежать некого, скажем так, перепоса или выяснения отношений, срыва, скажем так. Первое летнее затмение пройдет по оси четвертого дома. Актуальными станут вопросы недвижимости. Кстати, у некоторых Овнов этот год, это и наследство может быть некое, это и расширение, скажем так, жилищных условий, но у некоторых Овнов будут и потери. Я сужу из прогнозов своих клиентов. Не всех, но у меня есть клиенты, которых есть потери, есть наследство, есть потери, есть покупки. То есть, что еще этот месяц может дать вот по лунным и летним этим затмениям, по коридору затмений, возможен вероятный переезд. Вы можете поменять, опять же, квартиру, место жительства, но вполне возможно, что есть и страны, если у вас очень, скажем так, задействованы планеты переезда. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok